За четыре года проведения эстафеты «Салют Победы» в ней приняли участие несколько сотен тысяч человек. В этот раз у мероприятия масштабный старт. В зале волейбольно-спортинного комплекса ветераны, представители патриотических движений и отрядов, юно-армейцы, школьники, учителя и наставники, главы поселений, которым совсем скоро предстоит принимать военно-патриотическую эстафету. Я благодарю наших школьников, наших студентов за искреннее участие и за живой интерес к эстафете, за настоящий, невыдуманный патриотизм и за тот настрой, с которым ребята включались в работу, за отклик и за понимание. Четвертый этап эстафеты посвящен 75-летию Победы в Сталинградской битве, событию, преломившему ход советской и мировой истории. Сталинградцам, отстоявшим свой город и важный военный рубеж, будут посвящены все военно-патриотические мероприятия, запланированные в эстафете. В этом году проект поддержал заслуженный артист России Денис Майданов. Отдельно хочу поблагодарить вновь наших ветеранов за то, что отстояли нашу Родину в той великой войне. И мы с вами имеем возможность жить в мирном, сильном, в уверенном государстве под гордым российским флагом. Новыми символами стали копия знамени Победы, стальной нагрудник, СН-42 и капсула Сталинградской земли. Четвертый этап – это новый виток по развитию районного проекта, который по достоинству оценили представители других муниципальных образований. Мы съездили в город Волгоград и решили, что мы будем делать совместно. Это пока секрет, он обговаривается. Но губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров с удовольствием присоединился к нашему эстафете «Салют Победы». Герои эстафеты – ветераны. Их воспоминания – неотъемлемая часть любой встречи и митинга. Именно их напутствием внемлют юнормейцы и представители различных молодежных объединений. Юноши и девушки становятся в военно-патриотические ряды по зову сердца. Мы стреляем, потом у нас физическая подготовка. Мы ездим на базу РХБЗ. Мы считаем это почетным присутствовать на таком мероприятии. Это очень значимо и для нашего отряда, и для представления нашей школы. Эстафета пройдет во всех 16 поселениях Одинцовского района. Первыми ее примут жители Заречья. А по окончании всех этапов Одинцовская делегация отправится в Волгоград. Туда, где ровно 75 лет назад шли кровопролитные бои и была одержана величайшая победа. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, Артем Ломановский, телекомпания Одинцова.